Когда мы в состоянии эмоционального равновесия, мы ресурсы для себя и для мира. Важно намерение и состояние равновесия. Если в жизни что-то не так, важно приводить в порядок свое состояние, мы частица мира. Это самый важный принцип при коррекции жизненных сценариев состояния равновесия. И при хорошем навыке достаточно просто вспомнить, но первое время 15-20 минут надо, чтобы привести себя в состояние равновесия. И есть притча о заклинателе дождя. Сейчас скажу, она есть на слайде. Была засуха, дождя не было долго, нарастает паника в деревне. И пригласили заклинателя дождя. Он остановился в доме на окраине деревни. Проходит день, два, три, и ничего не происходит. У людей паника. Они начинают говорить, он шарлатан, мы все погибнем. И все люди пошли к дому заклинателя дождя. И когда они подходили, пошел ветер, дождь, и паника перешла в ликование. Они говорят заклинателю дождя, спасибо, что ты вызвал дождь. Он говорит, я не вызывал дождь. Они говорят, люди, а что ты делал три дня? Заклинатель дождя говорит, когда я к вам приехал, я был в эмоциональном неравновесии. Там, откуда я родом, у меня все в гармонии, в равновесии. Вовремя идет дождь и так далее. Все приходит в свое время, и у вас я попал в состояние неравновесия. Потерял свое равновесие, и я трое суток приводил себя в состояние равновесия. Подумайте об этом, поразмышляйте. То есть для психолога в том числе важно приводить себя в состояние равновесия. Вот, и так мы в том числе помогаем клиентам. Дальше, следующая информация в слайде. Типология по Айурведе. Есть круг, треугольник и квадрат. То есть ветер, огонь и земля. В школе есть книги «Вера Грачева и тело равно судьба». Там много полезной информации для диагностики и коррекции. Есть тест, можно себя продиагностировать. И клиентов также. То есть ветер, это круг. То есть если человек по типологии ветер, он больше всех выходит из равновесия. Базовая эмоция ветра – это страх, тревога. Он такой бедняжка, сиротинушка. Ищет, за кем спрятаться. Огонь. Он работоголик. Ключевая деструктивная эмоция – гнев, злость, раздражение. Человек огня – базовая эмоция – лень и скука. В книге есть рекомендации по питанию, есть упражнения по телесной терапии. Кому интересно, изучите в книге. Вера Грачева все это дает. И базовая, конечно, терапия негативных жизненных сценариев. Тактика – это расслабление, стратегия «не напрягаемся». И через тело можно формировать определенное состояние. Например, если мы машем руками, как ветер, расслабляемся, мы в этом состоянии активируем творчество. Отсюда можно начинать дела. И в книге Веры Грачевой поизучайте. Есть упражнения. Для каждой типологии я себя типировала «я больше ветер». Но базово у нас у всех есть все эти составляющие. Внутри и ветер, огонь, земля – просто чего-то больше. Например, если человек ветер, он чаще худой. Ему не подходит, если мы берем диету, стройнение, этому человеку не подходит, есть только овощи и фрукты. Там немножко другие рекомендации по питанию. То есть важно учитывать индивидуальные особенности. Кому интересно, изучите в книге Веры Грачевой это все есть. И также в разделе «Телесно-ориентированная психотерапия» там есть тест, вопросы, как себя диагностировать, кто вы больше – ветер, огонь или земля.